Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Мы так рады, что вы с нами сегодня на программе «Иисус Целитель». Мы замечательно проводим время в нашей школе, изучая различные исцеления, произошедшие в служении Иисуса. Пожалуйста, возьмите Библию и учитесь вместе с нами, а также верьте вместе с нами. Высвобождайте свою веру, ожидайте чего-то для собственной жизни. Какая бы у вас ни была нужда, высвобождайте свою веру, чтобы ее восполнить. Сегодня мы обратимся к 7 главе Луки с 1 стиха. Прочитаем 10 стихов, а потом вернемся и будем изучать каждый стих. Итак, Луки 7, 1. «Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к Нему иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу Его. И они, придя к Иисусу, просили Его, убедительно говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для Него это. Ибо Он любит народ наш, и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему, «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кровь Мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга Мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, «Пойди, и идет», и другому, «Приди, и приходит», и слуге Моему сделай то, и делает». «Услышав сие, Иисус удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за Ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой великой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим». Давайте вернемся и рассмотрим с 1 по 3 стих. Прочитаем вместе. «Когда Иисус окончил все слова Свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которому он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его». Мы видим, что это была поздняя стадия заболевания. Слуга был уже при смерти. Я хочу, чтобы вы знали, для Бога нет безнадежных ситуаций. Мне все равно, как долго длится какое-то заболевание и насколько оно запущено. Этот слуга был на последней стадии, но никогда не поздно. И я так рада, что сотник не подумал, «Ну, это последняя стадия, значит, слишком поздно». Я хочу, чтобы вы знали, когда кажется, что уже слишком поздно, для этого есть сила Божья. Аминь. Итак, речь идет о сотнике, у которого был слуга. Слово «сотник» означает, что он был командиром над ста воинами. Он был начальником. И должно быть, он слышал, что Иисус – целитель. Написано, что он услышал об Иисусе. Но не написано, что именно он услышал о нем. Однако это становится ясно из его действий. Что он сделал? Он сказал, «Иисус, приди и исцели моего слугу, и он выздоровеет». Значит, он услышал, что Иисус – целитель. Потому что с такой просьбой он к нему обратился. Важно, что вы слышите об Иисусе. Это было важно для сотника и для слуги, который был при смерти. Важно, что мы слышим об Иисусе. Можно услышать неправду об Иисусе, что Он дает людям болезни, чтобы научить их чему-то. Это неправда. Если вы слышите, что дни чудес закончились со смертью апостолов, это неправда. Слово так не говорит. Если вы слышите, что Иисус исцеляет некоторых людей иногда, но не всех, это тоже неправда. И слыша неправду, вы можете в нее поверить. Поэтому нам важно слышать правду, чтобы верить правильно. А в чем правда? Что Иисус – целитель. И правда в том, что Он заплатил за исцеление для всех, для каждого, каждого, каждого. Кто-то скажет, «Я знаю христиан, которые не исцеляются». Ну, я знаю людей, которые не спасаются. Если кто-то не исцеляется, это не потому, что Иисус не заплатил цену. И если кто-то не спасается, это не потому, что Иисус не заплатил цену. От людей зависит, примут ли они то, что Иисус обеспечил. Так что не лишайте себя чуда просто потому, что кто-то другой не получил свое. Исцеление по-прежнему принадлежит каждому человеку, принимает ли его каждый или нет. Спасение принадлежит каждому человеку, принимает ли его каждый или нет. Аминь. Так что верьте в правильные вещи, что бы ни произошло с кем-то другим. Решив верить Богу, не смотрите на чужие обстоятельства. Думая о ком-то, кто не получил от Бога то, в чем он нуждался, вы ослабите свою веру. А вы не знаете, что происходило в сердце другого человека. Вы не знаете, что Бог сказал другому человеку. Будьте заняты тем, что Бог вам сказал в Своем Слове. Аминь. Итак, этот военный услышал правильные известия об Иисусе. И заметьте, он выбрал в них поверить. Вы можете услышать правильные вещи, но вам все равно нужно выбрать поверить в то, что вы слышите. Вера – это выбор, это не чувство. И нам нужно оставить попытки почувствовать, что Бог нас услышал. Почувствовать, что Бог что-то сделает для нас. Дело не в чувствах, а в том, во что мы выберем поверить. И Бог выйдет нам навстречу, если мы выберем веру. Аминь. Этот военный не размышлял о том, что болезнь его слуги была уже слишком запущена. Он выбрал поверить. Раз Иисус исцелял других, Иисус исцелит и его слугу. Послушайте, это так важно. Слуга исцелился, потому что его работодатель поверил. Аминь. Мы видим, что слуга был под властью этого военного. Почему? Потому что он жил в его доме. Я хочу, чтобы вы знали, что у вас есть право влиять на то, что происходит у вас дома, в вашей семье, среди ваших домашних. Применяйте свою власть. Когда дьявол пытается причинить неприятности вашему дому, встаньте и скажите, «Нет, не выйдет». Именно так поступил этот военный. В моем доме слуга не умрет. Особенно, когда доступно исцеление. У вас есть власть над тем, что происходит у вас дома. Применяйте свою власть. Библия говорит, что вы свяжете, будет связано. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Что это значит? Небо нас поддержит. Когда мы связываем неправильные вещи, чтобы они не происходили, и высвобождаем правильные вещи согласно слову, небо нас поддержит. Именно это сотник сделал для слуги, который был под его властью. Важно, какое у нас окружение. Было важно, какие люди окружали слугу в то время. Не так ли? Итак, когда сотник услышал об Иисусе, он отправил к нему посланников. Мы видим, что сотник инициировал это чудо. Услышав об Иисусе, он не просто сидел, сложа руки, говоря, «Я сегодня услышал что-то хорошее». Нет, он инициировал чудо, послав кого-то, чтобы привели Иисуса к нему домой. Не так ли? Когда вам нужно что-то от Бога, у вас есть право инициировать свое чудо. У вас есть право инициировать свое исцеление. Слыша учение слова, вы имеете право инициировать что-то в соответствии с этим словом. Аминь. Религия и люди, не сведущие в слове, думают, «Ну, если Бог хочет что-то сделать, то и сделает». Писание нигде такого не говорит. Этот сотник не ждал, говоря, «Ну, если Бог хочет исцелить моего слугу, то и исцелит». Нет, он инициировал это. Он сказал, «Сходите за Иисусом, пойдите, позовите, востребуйте того, кто может исцелить». Нам нужно освободиться от неправильного мышления. 95% — большая часть того, что вы получаете от Бога, инициировано вами, а не Богом. Не поймите меня неправильно, Бог уже инициировал ваше чудо, послав Иисуса. Он уже инициировал вашу победу, послав Иисуса. Он уже инициировал ваше исцеление, послав Иисуса. И Он ждет, чтобы вы инициировали это в вашей собственной жизни. Аминь. В 95% случаев вы инициатор того, что вы получаете от Бога. Не ждите, пока Бог инициирует ваш ответ. Он уже обеспечил ответ. Придите и возьмите. Будьте инициатором. Именно так и поступил сотник. Он инициировал чудо для своего слуги. Вера не просто сидит и надеется, что что-то произойдет. Это не вера. Просто сидеть и надеяться, что что-то произойдет. Надеяться, что что-то изменится. Нет, возьмите Слово и предпримите действие. Иисус, Слово, ставшее плотью, и сотник предпринял действие в отношении Слова, послав за Иисусом. Обратите внимание, этот сотник не был евреем. Однако, видимо, он глубоко уважал евреев. Он отправил иудейских старейшин пригласить Иисуса прийти к нему домой. Это не были просто члены собрания. Это были старейшины, лидеры синагоги. Очевидно, у него были построены отношения с лидерами еврейского народа. Почему? Потому что он их уважал. Они были Божьим народом. Он уважал Божий народ. Аминь. Итак, сотник послал этих старейшин к Иисусу просить, чтобы пришел исцелить слугу Его. У него была вера, не так ли? Он ожидал, что что-то произойдет. Ожидайте. Не просто сидите и говорите, а вот что-то получится. Нет, ожидайте, ожидайте. И они, придя к Иисусу, речь идет об иудейских старейшинах. И они просили Его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для Него это, ибо Он любит народ наш и построил нам синагогу». Кто из вас знает, что мы ничего не зарабатываем у Иисуса? Они просто сообщили Иисусу, что у этого человека есть почтение к Богу. Он не пытался что-то заслужить. И они не пытались показать Иисусу, «Тебе нужно что-то сделать, потому что Он это заслужил». Нет, они говорили о том, что этот человек выразил свое почтение к Богу через отношение к еврейскому народу. У него есть почтение к Богу. Заметьте, здесь сказано, «Он любит народ наш». Более того, Он построил нам синагогу. Очевидно, это был человек состоятельный. Он построил церковное здание для еврейского народа. О чем это говорит? О его почтении и уважении к Богу, к духовным вещам. Он выразил свое почтение. Он выразил его тем, на что он тратил деньги. Библия говорит в Матфея 6,21, «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Сердце этого человека явно было обращено к Богу, потому что свое сокровище он тратил на Божий народ. Аминь. Важно, на что идут ваши деньги, потому что все во что-то вкладывают. Шестой стих. «Иисус пошел с ними, и когда Он недалеко уже был от дома, то есть Он уже почти пришел, сотник прислал к Нему друзей сказать, «Не трудись, Господи, ибо Я не достоин, чтобы Ты вошел под кровь Мой». «Потому и себя самого не почел я достойным прийти к Тебе». Поймите, Он не страдал комплексом неполноценности. Просто у Него было такое почтение к Богу, что Он не относился ко всему легкомысленно. Он не подходил ко всему легкомысленно. Он был полон почтения и уважения к этому человеку Слово, человеку Духа. Он уважал это. Сотник был успешен в своей профессии. Не так ли? Он возглавлял сто человек. Он был военачальником. Он добился успеха в физическом мире, но он понимал, «Мой светский успех не делает меня равным этому человеку в Духе. Мои деньги и то, как я их трачу, не дают мне никаких льгот». Он сказал, «Я даже не достоин, чтобы Ты вошел в Мой дом». Как я уже говорила, это не комплексы. Это не самобичевание. У него глубокое уважение к Богу и к тому, кого Бог послал служить. Он проявил смирение. Он проявил почтение. В детстве меня учили, что есть надлежащий подход к Богу. Меня учили, что есть надлежащий подход к моим родителям. Если я хотела чего-то от родителей, я не могла просто сказать, «Я хочу это, я хочу то». Я просила и делала это должным образом. При неправильном подходе я ничего не получала. Этот человек был военным, и он знал, подход важен. Он был обучен, он знал, подход важен. Почему? У него был свой командир, и он не мог разговаривать с ним, как попало. Он не мог просто сказать ему все, что заблагорассудится. Он не мог рассердиться и просто высказать ему все, что думает. Был надлежащий подход. И он взял это понимание и перенес на духовные вещи. У тех, кто не научен уважать родителей, правильно относиться к своему работодателю и другим вышестоящим, часто нет правильного подхода и к Божьим вещам. Но это можно изменить. Это можно исправить. Сотник понимал эти принципы и применил их к духовным категориям. И это дало ему фору в духовном мире, если так можно выразиться. Аминь. Он понимал, что Бог – святой Бог. Аминь. И он понимал, что к Иисусу нужно подходить с почтением. Поэтому он сказал, тебе даже не нужно приходить ко мне домой. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Это чудесное, чудесное осознание. Чудесное понимание власти. Где он этому научился? Он не научился этому у Иисуса. Он научился этому на военной службе. Но он взял то, чему научился на военной службе, и применил это к духовным вещам, где применимы те же законы. В Евангелии от Матфея описана та же история. И там слова сотника звучат так. Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Он просил только одного – слово. Вы точно в вере, когда говорите «только дай мне слово». Что говорит слово? Что Бог говорит об этой ситуации? Знаете, сходив к врачу, можно получить неблагоприятный диагноз. И не нужно пытаться переубедить врача. Его слова даже не важны в том плане, что, зная, что говорит Бог, вы не беспокоитесь о словах врача. Аминь. Аллилуйя. Итак, сотник сказал, дай мне только одно – дай мне твое слово. Восьмой стих, в котором он объясняет свое понимание. «Я подвластный человек». А, вот в чем ключ. Он подчинен кому-то и знает, что это не негативно. Это не негативно. Подчинение – это безопасность. Знать, кто говорит в вашу жизнь, знать, кто обучает и наставляет вас – это позитивно. «Ибо я и подвластный человек, но…» Обратите внимание. «Имея у себя в подчинении воинов», то есть он говорит, «У меня есть воины, но и я сам подчиняюсь кому-то. «Говорю одному, пойди» и идет, и другому «приди» и приходит, и слуге моему «сделай то» и делает. То есть у этого сотника была власть, но и он был подвластен. Он понимал, что словам «власти» нужно подчиняться безоговорочно. Его понимание законов армии помогло ему правильно применять духовные законы. Он понимал, что власть применяется через слова. И он приказывал людям, «Пойди», «приди», «сделай то». Послушайте, Бог дал нам ту же власть, божественную власть над дьяволом. Скажите ему, «Уйди», скажите деньгам, «Придите», скажите исцелению, «Приди», скажите победе, «Приди» в мою ситуацию, так? Библия говорит в Иакова 4,7. «Противостаньте дьяволу и убежит от вас». Почему убежит? Потому что у вас есть власть, и он должен повиноваться этой власти, когда вы говорите. Итак, мы точно так же должны повелевать, чему-то говорить прийти, чему-то уйти, чему-то сделаться. Сотник осознавал, что слова Иисуса работали точно так же, как и его слова на военной службе. И мы не только применяем власть, говоря слова, но и высвобождаем веру, говоря слова. Знаете, этот военачальник не стал бы приказывать ничего солдатам, если бы не думал, что они подчинятся его словам. Он знал, что его власть действует. Ваша власть действует. И он также знал, что власть Иисуса действует. «У каждого верующего в духе есть вера, но ее нужно высвободить, говоря слова». Самое сильное, что у вас есть, это слова. Аминь. Девятый стих. «Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой великой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим». Послушайте, Иисус назвал веру этого человека великой. Сотник только слышал об Иисусе. Он ни разу не был на его служении. Он никогда не видел чудо. Он никогда не слышал проповеди. Он только слышал о том, что происходило через служение Иисуса. Так? И у этого человека была великая вера, удивившая Иисуса. Мы хотим удивлять Иисуса своей верой. В Новом Завете Иисус удивлялся всего два раза. Один раз в этой истории, а другой раз в Своем родном городе Иисус удивился неверию людей. Мы не хотим удивлять Бога своим неверием. Мы хотим удивлять Его своей верой. Так? Аллилуйя. Итак, сказано. «Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, так как за Иисусом следовала толпа, Он сказал идущему за Ним народу, «И в Израиле не нашел я такой великой веры». Обратите внимание на эту острую ремарку. «И в Израиле», то есть в еврейском народе. Кого военный отправил к Иисусу? Иудейских старейшин. Итак, Иисуса окружают старейшины, и Он говорит, «В Израиле не нашел я такой великой веры». Он говорит иудейским лидерам, «Я не нашел такой великой веры даже у вас». Аминь. Чем же Его вера была так велика? Он просил только одного. Слова. Он просил только одного. Слова. «Твоего Слова достаточно для меня. Твое Слово совершит то, что мне нужно». Послушайте, этот сотник столкнулся с вопросом жизни и смерти. Это не была легкая ситуация. И Он сказал, «Твоего Слова достаточно для вопроса жизни и смерти. Твоего Слова достаточно для человека, который находится при смерти. На последней стадии болезни Твоего Слова достаточно». Аминь. Аллилуйя. Божью веру, великую веру, интересует только одно. Слово. Великую веру не интересует, что говорят врачи. Великую веру не интересует, что думают люди. Не интересует, что говорят родственники. Великую веру интересует только одно. Что Бог говорит об этом? Аминь. Аминь. Да, вы можете знать, что говорят врачи, и врачи – это не проблема. Но полагайтесь на то, что Бог говорит о вашей ситуации. Будьте заняты тем, что Бог говорит. Сосредоточьте свое внимание на том, что Бог говорит. Пусть в ваших устах пребывает то, что Бог говорит. Этот солдат столкнулся с угрозой для жизни, но он знал, что слова побеждают. Слова побеждают. Иисус шел в дом этого солдата, но он остановил Иисуса, сказав, «Минуточку, тебе даже не нужно приходить. Тебе даже не нужно приходить». Задумайтесь. Столкнувшись с вопросом жизни и смерти в своем семействе, и зная, что сам Иисус в проявленной форме собирается явиться к нам домой, хватило ли бы нам веры, чтобы сказать, «Тебе даже не нужно приходить, просто скажи что-то». Это великая вера. Послушайте, Иисус позволил сотнику выбрать, как Иисусу действовать. Я могу либо прийти, либо послать свое слово. Иисус позволил ему выбрать. И выбор сотника. Тебе даже не нужно приходить, просто пошли свое слово. Понравился Иисусу. Этот выбор благословил Иисуса. Аминь. Мы хотим, чтобы наша вера была благословением для Бога, так? Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу, чтобы вы знали, есть такие ситуации и обстоятельства в жизни, когда Бог позволяет вам выбрать между хорошим и лучшим методом. Аминь. Это не выбор между добром и злом, потому что зло всегда зло. Но иногда Бог позволяет нам выбрать. Ты можешь получить исцеление собственной верой, или пойти, чтобы пастор возложил на тебя руки и послужил тебе. Выбор за тобой. Аминь. Часто Бог оставляет это на наше усмотрение. И посмотрите, что выбрал этот человек между тем, чтобы Иисус пришел к нему домой, или просто сказал слово на расстоянии. Сотник так все еще и не увидел Иисуса. Он все еще не увидел Его. Ему не нужно было видеть Его, чтобы поверить Его словам. Многие говорят, если бы только Иисус явился и изменил мою ситуацию. Вам не обязательно видеть Иисуса, просто верьте тому, что Он говорит. Аминь. Десятый стих. Посланные, возвратившись в дом... Кто вернулся в дом? Старейшины, которых Он послал. Иудейские старейшины. Возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Аллилуйя. Насколько бы запущенной не была болезнь, в какой бы стадии она не была, насколько бы мало у вас не было финансов, каким бы не было ваше финансовое давление, как бы плохо не обстояли дела в браке, если мы только направим Слово Божье в нашу нужду. Как? Говоря Слово, провозглашая Его, держаясь за Него, даже когда не можем во всем разобраться. Нам не нужно во всем разбираться своим умом. Нужно просто верить сердцем. Аминь. Аллилуйя. Мы говорим вам, в какой бы плохой ситуации вы ни оказались, как бы далеко все ни зашло, никогда не бывает поздно для Его силы. Аминь. Я хочу помолиться с вами прямо сейчас. Отец, я благодарю Тебя за власть, которую Ты дал нам, чтобы быть благословением для людей. Слово Твое говорит, что все, что мы свяжем, будет связано. И во всем, что мы высвободим, небо нас поддержит. И мы связываем болезни, мы связываем немощи, мы связываем боль. Мы связываем все, что идет против вашей жизни. Мы связываем недостаток и говорим, прекратись во имя Иисуса. Аллилуйя. Скажите, я принимаю силу Божью. Я принимаю ее во имя Иисуса. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.